добрый день дорогие мои только что посмотрел репортаж саши бублик о бывших протеереях под названием отцы на канале россии 24 я из этого репортажа взял все что ко мне относится и вы сейчас сначала посмотрите а потом я вам прокомментирую как я отношусь вот к этому сюжету и к этому фильму на просторах интернета появилась необычное видео обращение человека в белом облачении дорогие как я вижу сейчас любому приличному человеку полагается иметь свой видеоканал видеоблогером оказался михаил махов лишенный сана священник многие спрашивают почему я называю себя протеереем когда вроде какие-то ходят слухи о том что сам с меня снят михаил махов живет в ивановской области в поселке пистяки старенький деревянный дом на берегу озера с этого места хорошо виден храм в котором он служил больше 20 лет крышу делал снаружи делал и ставили вот этот красивый купол много лет помогал служить в алтаре при храмах и в девяносто третьем году был рукоположен в сан священника можно сказать так по благословлению патриарха святейшего алексия я жил до этого в москве был чадом отца наума в пистяках будучи священником михаил махов развернул активную социальную деятельность собирался открыть центр реабилитации детей больных раком и влашились очень большие деньги из москвы люди положили и уже стройка так уже 10 миллионов вложена плюс шойгу нам прислал письмо о том что он хочет день получать 70 тонн воды для мчс ну то есть там вырисовывалась большая коммерция и ко мне подошел из епархии священник приехал и спрашивают одесса михаил а у вас что тут есть бизнес с этого все сразу нажали 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 никуда не вызывая значит перевод значит отстранение от служения центр реабилитации в поселке так и не построили а проверки специального отдела рпц показали что михаил махов активно практикует нетрадиционную медицину я вам показываю то средство которое камешки в желчном пузыре уничтожает это средство мидии капуста хороша при многих заболеваниях ну например желудочно-кишечного тракта не скрывает что поддерживает процедуру эко и вообще любые способы рождения детей и считаю что может быть вот по этому пути пойти что добровольное оказывается материнство такое вот вспоможение такое материнское существует в мире где женщина способная родить рожаю для другой пары бесплатно в официальных документах рпц михаил махов обвиняется еще и в том что практикует хиромантию на это бывший священник говорит что в девяносто первом году состоял в союзе инженерных обществ и был вербован государственными органами это общество она была под комитетом безопасности я подписывал три подписки делал о том что чем занимаемся каким этим то есть это государственная деятельность и для того чтобы с людьми разговаривать те кто что-то представляет нас все-таки обучили кое-каким приемчиком это это простые фокусы которые в системе этого всегда существует на этом фоне для того чтобы приехать как свой я действительно им говорил что я вот в системе экстрасенсорики вот у меня какие-то эти происходят так далее но к магии это никакого отношения не имеет и я видите что придумал у михаила махова несколько образований вот теперь у меня хромаги незакончено филологическое есть диплом академии туризма психолога и режиссера телевидения вот это у меня монтажный стол здесь я монтирую ролики я их собираю здесь размещаю камера робот она следит за тем кто ее снимает но это вот основное мое место как говорится работа хотя я много снимаю и на улице и когда махов был священником у него было не больше ста прихожан сейчас на его канале 93 тысячи подписчиков но я не скрываю у меня есть доход на канале он маленький доход я вам могу показать но я всем объявил что дорогие мне надо это все покупать простите меня вы каждый заходящий платит мне за просмотр одну копейку они сказали бачка копейки не жалко пожалуйста вот берите с нас эту копейку я получаю где-то вот двадцать одну тысячу в том месяце получил иногда в пистяки на адрес михаила махова приходит по ссылке он продолжает миссионерскую деятельность по реабилитации больных и просит по возможности помогать оборудованием александр баринов как раз идет возвращать присланные кем-то медицинские ходунки у меня супруга страдает рассеянным склерозом и вот летом гулять замечательная вещь александр баринов в прошлом пистяковский прокурор сейчас работает юристом с михаилом маховым знаком 25 лет здравствуйте был его прихожанином остается и мы сейчас но если вы заметили что я до сих пор его называются михаил несмотря на то что он отлучен это непривычка и я его уважаю проповеди махова он раньше слушал в храме после изгнания в интернете они не всегда воспринимаются однозначно даже мною потому что у всех своя точка зрения на отдельные вопросы в том числе и на вопросы богословия но сюжеты о нашей земной жизни пистяковской они очень занимательны бессознательное управление бесами с помощью взгляда это реальное явление михаил махов лишён сана в 2009 году но говорит что на решении церковного суда до сих пор нет самой главной подписи патриарха а тот документ о его отстранении что размещен в интернете называет подделкой штамп который вот находится на документе выставленной якобы епархии я не знаю откуда этот документ вы видите что это совершенно разные бланки попасть на прием к патриарху и выяснить наконец свой статус у михаила махова не получается уже десять лет говорит не дают аудиенции мы сами обратились запросом в рпц и получили официальный ответ представителя церкви конечно это цвет он давно запрещен священнослужение он не имеет никакого права священно действовать то есть проводить благослужение выдавать себя за священника вы мне сказали что он говорит что он не получал никакого документа но знаете мне это напоминает ситуацию своим коматом когда призывник уклоняется от получения повестки михаил махов лишён сана по четырем пунктам основные обвинения мирская деятельность нарушающая каноны церкви здесь и опять же огромная коммерческая составляющая вот я только возобновил своей памяти сведения о том что он занимался изготовлением воды которая помогает от различных недугов набираю в источниках он практикал какие-то экстрасенсорные эксперименты которые носят совершенно пультный несовместимый с православием характер у нас в истории церкви полно людей которых изгнали а святитель николай вообще был апостолы есть которые изгнали поэтому для меня то что я делаю это моя священническая деятельность запретить проповедническую деятельность бывший священником в интернете русская православная церковь не может другое дело когда священник действующий михаил махов свое изгнание переживал очень сильно говорит прихожанин александр баринов замкнулся началась депрессия отдушину нашел в интернете вот что написано мое счастье какое ну вот жизнь моя жизнь моя это счастье да настоящий я ничего из жизни не могу выбросить и сказать что она какая-то была в чем-то несчастлива отлучение может быть отменено даже спустя годы бывший священник должен покаяться принять правила канонической церкви и написать прошение о восстановлении на прежнюю должность его конечно сразу не поставит но совершать таинство а это важно для священника разрешат ну я вам показал только то что относится ко мне и не стал выставлять весь фильм вы его можете найти в интернете он уже выставлен и я не хочу обсуждать то что говорится там о других вот потому что я сам о них уже высказывался на своем канале и вы можете это найти но на что хочу обратить вот во всей этой деятельности журналиста внимание ну первое я хочу сказать что это ведь вот я автор термина психо киллеры который был введен в 90-е годы после моей статьи где я рассказывал что вот формой уничтожения человека у нас становится в том числе и средства массы информации нет это всегда было всегда было это что журналист это вторая профессия по продажности это считается во всем мире так и это нормально и поэтому в общем то ожидать от журналистах особенно чего-то такого и не стоило и я десять лет и не ожидал то есть за десять лет я никого не давал интервью ни с какими журналистами не разговаривал на эту тему но журналистика меняется и ко мне обратились в данном случае там руководство саши бублик да и сама саша приехала с очень добрым лицом в общем то предполагался разговор о том как трудно живется людям которые отстранены от служения и церкви и в большой степени мы об этом поговорили там интервью полностью с сашей бублик у меня тоже есть на канале если хотите я ссылку вот здесь под этим роликом оставлю и вот это подкупило то есть то что касается моей жизни и моих трудностей я всегда откровенно рассказываю и ни о чем не скрываю и вы все это прекрасно знаете в том числе и моих доходах я не скрываю что да на канале есть заработок но почему-то не вставили то что копейку платит зритель американский за вход российский зритель ставит за тысячу просмотров платит три копейки на моем канале я статистику выкладывал но этого это все ерунда если это большие деньги для саши бублик или для тех кто церковь комментирует вот про 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 меня из церкви ну пусть будет так пусть я буду такой миллиард нервис трущоб для них но я не об этом даже хочу сказать вот я о том что в данном случае все таки мне кажется что саша постаралась защитить меня тем что какие-то вещи можно было перевернуть еще хуже я журналист я знаю что можно было на дерну надергать и даже я журналист не подозревал что они приехали вот с желанием сделать плохо вот мы там разговаривали с ней о отце павле адельгейми и меня иногда спрашивает а почему . вы в дом там не приглашаю не пускаете ли еще что-то вот хотя я всех пускаю просто вот такое количество людей которые желают приехать я точно не могу принять домик вы мой даже в сюжете видели но однажды я отвечал так что вот отец павел адельгейм впустил дом и и чем это закончилось то есть надо все-таки думать кого впускаете в дом вот я саша если ты смотришь вот этот я тебе скажу так что я тебя впускал без думы на тебе плохо и без подозрений что у тебя нож запас и это очень похоже на отношение к отцу павлу адельгейму где нож в сердце воткнули я не скажу что вы меня убили таким образом но поранить конечно поранили вот и поранили знаете не тем что про меня рассказали о тем что еще раз показали что журналистика у нас занимается психокиллерством и похоже заказным потому что я не думаю что этот саша бублик придумала такой сюжет или ее руководитель саша я как увидел она в православии то ничего не понимает она спрашивает что за одежду я одеваю или что за мужчина стоит у меня на столе спрашивает саша ну то есть понять это не большого нет но репортаж хороший то есть говорит и собирает она по заданной тени в общем то неплохо не о саше речь речь о церкви все-таки о церкви вот и в просмотре всего сюжета всего фильма мне меньше всего понравились лица тех кто комментирует то то есть вот он настоятель он храма вот значит его раз перла у него губы висят масляные и он вот пошутить он хочет а тех кто из церкви выведены изгнан как хотите вот а ведь речь идет не четырех человеках как здесь вот сколько их саша тоже сказал что не знает сколько человек на самом деле из церкви изгнали вот а как еще назвать сколько человек в запрете и сколько человек проживает в таком плохом состоянии вот и не может не заработать не может не устроиться потому что огромное количество сейчас не тех кто сана лишен огромное количество тех кто в запрете например им нельзя устроиться на другую работу потому что их могут просто сана лишить за то что они устроились не на ту должность на которых да еще и могут приписать что ты вот священника занимаешься какой-то коммерческой деятельности и вот это конечно стыдно что церковь об этом говорить не хочет что ставит людей в такое положение при этом иногда издевательски еще и относится к этим людям продлевая их запреты на на многие годы я знаю где запреты больше десяти лет там например или еще что-то по мне я честно говоря вот в какой-то степени его знает вот как сказать вот поверил что может быть сюжет про священником которым тяжело и меня три раза переспросила саша хочу ли я встретиться с патриархом и я в какой-то степени даже вот где-то в глубине друг поверил а вдруг будет хороший фильм про священника в котором тяжело и патриарх действительно захочется встретиться и разобраться во всех вот этих делах но нет не получилось все там записали и вот здесь в том как записали для меня самое вот позорное что можно видеть в церкви то есть сидит заместитель отдела церковных связей вот и ему задали вопрос а можно ли мне там к патриарху я не знаю какой ему вопрос задали но он говорит я что-то там в голове помню там была большая коммерческая составляющая он выпускал воду для разных нужд целительства и занимался оккультной деятельностью ну вот так ну вот его слова здесь и опять же огромная коммерческая составляющая возобновил своей памяти сведения о том что он занимался изготовлением воды которая помогает от различных недугов набираю в источниках он практиковать это экстрасенсорные эксперименты которые носят совершенно пультные несовместимы с православием характер слушайте но это же это даже не ложь потому что ложь это когда человек сознательно что-то взял и сказал это просто бред человека который вот сказал и сам не знает что он соврал поскольку никакой у меня деятельности по выпуску воды и продажи воды тем более с коммерческим каким-то успехом не было никак ни одной бутылки я в жизни не продал значит за деньги какой-то воды это раз а во вторых мы говорим о священническом сами и о службе в церкви никакой оккультной деятельности в церкви не занимался я занимался реабилитации наркоманов я занимался на реабилитации детей после рака крови я занимался паломническими программами созданием и и так далее фильмы снимал для центрального телевидения значит о наркомании в этим я занимался но чтобы вот какие то эти и как тогда воспринимать вот это все вот они называют людей на экране в том числе и меня по видимо мошенниками а кто вы тогда если ты сидишь и в камеру врешь если ты несешь бред вот кто ты тогда как тебя назвать кстати назвать мошенником можно только после суда это официальное преступление и называя так мошенником в этом преступлении в оскорблении личности и в клевете на личность участвует включая канал но я понимаю что никто не даст оправдаться никто не даст значит каким-то образом на этом же канале сказать обратное потому что материал заказного материал заказной но в этом материале есть еще одна интересная вещь вот которую я хотел бы обсудить это форма мошенничество которую пытаются люди предать как незаконная вот то есть смотрите одевается женщина вошла в храм значит он надел не ту одежду какие претензии вот я ничего не буду говорить женщин на мой взгляд действительно не может служить в храме но ведь она никакого отношения к рпц не имеет она не называют себя частью рпц там или или как-то позиционирует у нее какая-то совета даже не секта потому что секта это часть церкви и представляет священником она по отношению к рпц никакого отношения к мошенничеству не имеет она сама себя называет потому что если мы подумаем канонически подумаем кто для нас мошенники то католическая церковь носит называет себя священниками для нас они мошенники протестантской лютеранской так далее это вот 32 тысячи церквей не рпц и они все по каноническим признакам мошенники они называют себя священниками они собирают деньги они иногда не беднее а богаче рпц больше того с ними целуются наши иерархи и принимает их теперь в наших церквах они по нашим каноническим понятиям мошенники а как же тогда люди которые так себя называют и не причисляет рпц как их тогда можно назвать я себя считаю причастным к рпц я себя считаю священником рпц и пока никто мне не доказал в том числе вот этими словами значит какого-то там замок который просто бредит что я не священник ну нет документа нет указа патриарха утвержденного патриархом с подписью мне предоставлено который я мог бы обжаловать еще раз повторяю на поместном соборе на еще каком-то там написано что можно написать то есть они сказали что можно написать значит покаянные тебя опять прим но не так это делается у нас есть канонические понятия но ничего же не было и вот такое участие телевидения в моей судьбе ничего опять не дала еще смешнее вот этот выглядит для меня церковной вот эта структура власти патриархии этих синодальных отделов где они вот таким образом могут бредить и врать так что друзья мои ну фильм в общем то все равно в какой-то степени наверное нужны все равно надо опасаться мошенников за пределами церкви в том числе из других церквей а я думаю что это но еще больше нужно опасаться мошенников внутри церкви с которых не снятся при этом они остаются садомитами они остаются ворами они остаются лже свидетелями то есть четыре священника там когда у меня был суд давали какие-то подклятвы и показания абсолютно ложные абсолютно ложные вот я жду когда вот все таки придет ли патриарх новой или еще что-то и возьмется за мое дело и все таки разберется что же там было и кто там был прав каким образом вот я ни в коем случае не оправдываюсь господь сказал меня гнали и вас будут гнать его обзывали кем хочешь и и распяли даже на слава богу еще не распяли вот еще живы и проповедуем и надеюсь будем проповедовать я надеюсь что вы разберетесь где тут правда где тут ложь где тут любовь где тут ненависть и самое главное еще раз повторяю не оставляйте при этом церкви то есть вот это все на мой взгляд в какой-то степени даже против церкви вот то что показано что еще раз показали что можно вот и сделать все что хочешь со священниками он может делать в церкви все что хочешь и таких как там показаны мы десятки и сотни вот и вот при этом виде все это не оставляйте церкви не оставлять причащаетесь участвуйте в праздниках и все остальное вот бейтесь за чистоту церкви если видите что есть вот такой который мошенником является находясь в сане в рясе и при престоле а такие есть и очень много помоги всем господь извините за некоторые может быть такую эмоциональность но не каждый день тебя показывает на центральном канале да еще в череде таких крупных мошенник все спасибо за внимание на здоровье всем радости аминь